Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия, сейчас самые ожесточенные из них идут в поселке Покровское. Взятие Покровского будет означать, что рубеж обороны ВСУ Клиновая Покровская взломан и дальше уже будет идти сам Артемовск, до которого останется 2-3 километра. Также союзные войска развивают наступление в районе города Северский в окрестностях, потому что там сейчас идут ожесточенные бои и украинские войска отступают. Причем уже оттуда поступают различные фотографии, подтверждающие, что отступают настолько быстро, что вынуждены бросать даже боеприпасы для гаубиц американских М3-7-ки. Как мы видим на кадрах, американцы не жалеют никаких денег, лишь бы в Украине продолжала литься кровь с обеих сторон. Мы видим, что сейчас самые свои современные вооружения поставляют именно в Украину, по сути снимая с различных складов армейских и военных частей в США и привозя всю эту технику и быстро обучая наспех украинских военных. Но если обучать долго, то тогда сажают туда военных своих, ну и называют их наемниками. Но тем временем, если верить украинским СМИ, то сейчас путинские оккупанты в Херсонской области продолжают измываться над местными жителями украинцами и заставляют их платить за тарифы ЖКХ в 2, в 3, в 5 раз меньше, нежели платили при Зеленском. В общем, как говорится, измываются как котяты. Я думаю, что всем украинцам, которые разделяют мнение Зеленского в отношении происходящего, то здесь нужно все-таки сплатить по старым тарифам в 2, в 3, в 5 раз больше, потому что, как известно, вот эта дельта олигархическая наш, как говорится, если она исчезла, то нужно же показать свой действительно, знаете, протест всем этим процессам, что как это так взяли и наценку олигархов убрали и теперь заставляют людей там платить по нормальным тарифам. Также проходят различные строительные работы на различных объектах, садиках, школах и так далее, чтобы к 1 сентября дети все-таки смогли там пойти в школу и уже получать образование. Но на тех территориях, там, где недавно прошли боевые действия, то наспех вот уже сооружают различные объекты. Вот, например, мост между Лисичанском и Северодонецком. Обратите внимание, что временную переправу все-таки сделали достаточно быстро и сейчас там ездят гражданские автомобили. Но тем временем разразился вопль касательно того, что российские ракеты ударили по порту в Одессе, потому что недавно же, как мы знаем, подписали с Турцией Россия и Украина такие, знаете, соглашения, по которым все-таки можно с украинских портов будет вывозить различное зерно. И тем не менее, мы видим, что сегодня был нанесен такой удар. Как оказалось, удары были нанесены по различным буксирам и катерам, которые, скорее всего, вооруженные силы Украины планировали использовать в военных целях. Но с учетом того, что акватория будет там разминирована и там эти теоретические эти вот буксиры, катера могли бы выйти уже в открытое море и устраивать какие-то диверсии, то мы видим сейчас, что Россия просто наносит удары на упреждения. И таким образом, собственно, уже выезжать будет нечем. Видео с ударами по Одесскому порту, конечно, я здесь выложить не могу, поэтому эти видео я выложил у себя в Телеграм-канале. Кому интересно, переходите, смотрите ссылка в описании первым комментарием под видео. Кстати, уже по поводу обстрела порта в Одессе и Турции, Российская Федерация сделали заявление касательно того, что инфраструктура для вывоза зерна, она не пострадала. Поэтому, как говорится, этот удар, он, собственно, ничего не значит. Это уже, как говорится, рутина боевых действий. И, естественно, то, что этот процесс по вывозу зерна уже согласовали, то это не значит, что туда не могут прилететь ракеты. Но тем временем в Туманном Альбионе сейчас Борис Джонсон, бывший, можно сказать, уже премьер-министр, решил хорошенько напоследок протроллить всех солдат ВСУ и записал очередной видосик. Ну, естественно, в этом видосике Борис Джонсон все-таки не удержался и решил все-таки поблагодарить всех тех, кто сейчас положил свои жизни на алтарь все-таки сохранения мирового господства США и Британии в мире. И поэтому Борис Джонсон решил все-таки, знаете, поприветствовать так, как нравится вот этим вот пещерным националистам. И давайте послушаем. Слава Украине! Я думаю, что и в Америке, и в Британии просто каждое заседание парламента, каждое заседание там Кабинета Министров, оно все-таки должно начинаться именно с этих слов, потому что действительно там политики за океаном должны каждый день говорить вот этот лозунг. Ну и, конечно же, дальше там перечислять и Зеленского, и Ермака, и всех тех персонажей, благодаря которым сейчас идет такая бойня у нас в Украине. Вы просто представьте, как у этих ребят все хорошо складывается. Они сейчас руками украинцев воюют с Российской Федерацией. И, по сути, сейчас для них это обходится только в поставке оружия и финансов. И все. Действительно, каждый американский и британский политик должен кукарекать славу Украине очень много раз на день. И это объективный факт. Причем, если просто посмотреть в суть, то, как известно, американцы часто заявляют о том, что они исключительная нация. И здесь вот такие лозунги нацистские, потому что эти лозунги использовали как раз нацистские коллаборанты во главе там с Бендерой и прочей нечистью, то это, понимаете, оно все хорошо ложится в одну такую линию. Исключительность американская, британская, ну и такие лозунги, которые использовали ультранационалисты в Украине. Ну а тем временем все-таки из-за океана приходят для Зеленского очень тревожные новости, потому что там уже в окружении Байдена прямо говорят, что беспокоятся они все-таки за безопасность Зеленского. А это, можно сказать, очень серьезный звоночек для самого Зеленского в Киеве. И тут я думаю, что Зеленский прекрасно понимает, что это уже включается логика, кабанчик подрос, пора его уже резать. Потому что такие заявления делаются уже тогда, когда уже есть определенное понимание, что все-таки Зеленский в роли сакральной жертвы гораздо более выгоден, нежели в статусе президента. Поэтому сейчас, я думаю, Зеленский будет еще больше записывать различных видосиков, чтобы все-таки перед западными хозяевами показать свою нужность и все-таки, что кабанчик еще условно не подрос. Насколько там окончательно или не окончательно за океаном приняли решение в отношении Зеленского, узнаем, как говорится, в ближайшее время. Но вот, что все-таки за океаном решили уже давно приговорить украинскую экономику, так это уже факт. Рейтинговое агентство ФИЧ сказало сегодня то, что я говорил еще вчера и позавчера. Это то, что в Украине уже по факту произошел дефолт. И тут это рейтинговое агентство просто это зафиксировало. Процесс, похожий на дефолт, запущен, сообщило агентство. Также не исключает понижение рейтинга до РД, ограниченный дефолт. Для любого украинца и так понятно, что в Украине дефолт, и поэтому сейчас масса войдет миграция за границу. Но с учетом того, что мужчин, конечно, не пускают, то сейчас в основном выехали девушки. И поэтому сейчас в разных странах Европы, куда заехали украинцы, а там, естественно, вернее, украинки, а это, естественно, Польша в основном, то там уже в местных социальных сетях уже настолько, знаете, однозначные посты идут, что уже можно понять, что украинки хотят там обустроиться и не планируют возвращаться назад. Больше у меня информации по этому поводу в Телеграме. Переходите, подписывайтесь, ссылка в описании первым комментарием под видео. Ну а тем временем Орбан заявил, что антироссийские санкции пошатнули Европу. И по сути, Орбан это один из тех политиков, который все-таки не побоялся первым это признать и сказать в открытую. Причем данный факт, он настолько злит европейских политиков, в первую очередь, конечно же, немецких, что они даже возмущаются тем фактом, что Эрдоган сделал фотографию с Путиным. И поэтому немецкие политики возмущаются тем, как это Эрдоган посмел все-таки сфотографироваться с Владимиром Владимировичем-то. Причем странно, что МИД Украины вообще никак на это не отреагировал и претензий Ердогану почему-то не высказал. Действительно, как-то странно получается, когда вроде как любой там немецкий политик какой-то кривое слово скажет или там сфоткается не с тем, просто там истерика и скандал. А здесь мы видим, что Эрдоган прям фотографируется с Путиным, называет Путина своим другом. И ее реакции ноль. Все-таки боится украинский МИД Эрдогана, причем очень и очень сильно. Ну а пока начальник украинского главного управления разведки рассказывает на кофейной гуще, что все-таки в Иран летал не Путин, а его двойник, то вот в Америке происходят события гораздо жестче, потому что там уже открыто конгрессмены говорят о том, что Ермак узурпировал власть в Украине и уже начинают открыто требовать, чтобы все-таки разбирались, куда идет различное западное вооружение. Мы видим уже открытый, по сути, конфликт вот этой конгресс-вумен-спарт с Ермаком. А как известно, Ермак это практически, можно сказать, тот человек, который управляет языком Зеленского, потому что он настолько, знаете, глубоко взаимосвязан с Зеленским, что непонятно, то ли это Зеленский говорит, то ли Ермак. По сути, как говорится, одно и то же, потому что, скорее всего, в суфлер тексты вкладывает именно Ермак. Но тем временем Верховный суд уже начинает рассказывать о том, что нужно делать вкладчикам украинских банков, которые обанкротились, и деньги которых, собственно, зависли непонятно где. И Верховный суд все-таки рекомендует всем этим вкладчикам идти в украинские суды. Ну а тем, кто все-таки хоть раз был в украинском суде, вот у них уже есть понимание, что в украинских судах можно даже на первой инстанции застрять и на три года, и на пять, и на семь лет, ожидая хоть какое-то решение. А даже если решение будет, то потом с этим решением можно очень долго ходить в различные пешие эротические путешествия, но в конечном итоге выполнять это решение практически никто не собирается. Поэтому вкладчикам украинских банков, которые сейчас массово будут сыпаться, и уже начали сыпаться, то здесь я могу порекомендовать, разве что обращаться сразу в ЕСПЧ, и лет через 10 там будет решение. Но напоследок хочу рассказать, каким образом сейчас в Украине решаются дела в сфере образования, потому что педагог в институте решил все-таки поинтересоваться у студентов, как вам все-таки преподавать. Либо преподавать по-нормальному, суть терминологии и так далее, либо все-таки на украинском языке, и сделал по этому поводу публичный опрос. Вы хотели бы лекции по распределительным системам слушать на русском, как живой рассказ с англоязычными терминами, или сухо и убого на соловьиной? Естественно, на украинском большинство студентов слушать лекцию не захотели, ну и тут уже включились различные, знаете, активисты, и сказали о том, что этот преподаватель нарушает закон Украины, и, как известно, на русском говорить запрещено, и за это штрафы подразумеваются. И тут же, как говорится, этого преподавателя выгнали институт, и ректорат сделали вид, что они страусы, и в конечном итоге задним числом отчислили педагога. Вот такая вот она Украина Зеленского, и я думаю, что любой здравомыслящий человек такой Украине жить явно не захочет. Поэтому, друзья, я думаю, что весь этот период это все равно временная история, которая наполнена маразмом и вот такими вот прецедентами. Друзья, на этом у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там гораздо больше интересного, чем можно выложить на ютубе. До скорого!